Недалеко от нашего дома была мечеть, а рядом с ней была припаркована машина. Машина взорвалась и разрушила наш дом. Я как раз из школы шел в тот момент. Десятилетний Саджар из Ирака. Его семья – одна из тех многих, что плыли на переполненных лодках по Игейскому морю, спасаясь от войны в Ираке. А это 11-летний Мухаммад, и он бежал из Сирии. Ты скучаешь по Сирии? Нет. Совсем-совсем? Только по бабушке и по своей семье. По дому или по семье? Мой дом. Разрушил. В потоке беженцев, которые хлынули в Европу, у каждого взрослого и ребенка своя история горя, от которого они бежали. В результате войны в Сирии беженцами стали более пяти миллионов человек. Война в Донбассе и российская аннексия Крыма лишила своего дома более полутора миллиона человек. Одна из этого полутора миллиона – Любовь Лаврова, бежавшая из Донецка. Очень сложно было. Просто сидеть было очень тяжело. Нельзя привыкнуть к тому, что постоянно вокруг громыхает. Ольга Михеева родом из подконтрольного сепаратиста в Луганске. Два года назад она бросила там все – квартиру, семью. И бежала на украинскую территорию. Денег нет, соцспособия не выплачиваются. Вот и живет она в зале ожидания железнодорожного вокзала. Как и многие другие, она ждет, когда война закончится окончательно. Сначала выстрел в воздух, я услышала. Значит, заломили руки и потащили машину. Во всем мире это тяжкое криминальное преступление. Этого мне хватило, чтобы оттуда уехать. Именно от таких, как маленький Мухаммад из Сирии. И Ольга Михеева из Луганска говорил президент США Барак Обама, когда открывал первый саммит мировых лидеров по вопросам беженцев. 50 стран согласились принять у себя примерно 360 тысяч беженцев. Этот кризис – один из самых серьезных испытаний нашей способности действовать коллективно, заканчивать конфликты и войны, потому что основная часть беженцев спасается от войны прежде всего в Афганистане, Сирии и Сомали. Мы не можем прощать менталитет, который приемлет насилие и безнаказанность за него. Что происходит сейчас – это то, что мы коллективно продолжаем прощать. Всего в мире своего крова лишены более 65 миллионов человек. Речь идет и о беженцах, и о временных переселенцах. Больше половины из них – дети. Вот они – лагерях беженцев, которые рассеяны уже по всему Ближнему Востоку, собирающие бутылки на улицах Турции, переплывающие с родителями, а иногда и в одиночку Эгейское море. Многие рождаются в лагерях без гражданства, без права получить медицинскую помощь, без права ходить в школу или вообще покидать места своевременной дислокации. Большую часть беженцев приняли не Европой и США. Они находятся на территории Турции, Пакистана, Ирана, Ливана и Эфиопии. Все эти страны переживают не самые лучшие экономические времена. А в Европе первый удар приняли на себя Греция и Италия. Вот что сказал премьер-министр Италии Матео Рензи, выступая в ООН. На кону стоит наше достоинство, потому что наши человеческие ценности не имеют географии. Если мы будем выбирать регионы, из которых мы предпочитаем принимать беженцев, мы предадим нашей традиции. Ну а сирийский беженец Фауар Джеддан в Ливане не слишком верит в то, что мировые лидеры решат их проблемы в ближайшем будущем и просят только одного – закончить войну у него дома. Мы просим у ООН только одного. Это не только моя просьба. Вам, все сирийцы, это скажут. Мы хотим к себе на родину, домой. Мы хотим вернуть утерянное нами человеческое достоинство. Нам больше ничего не нужно. Ни канистр с водой, ни переносных туалетов, ничего того, что нам выделяет ООН. Мы просто хотим домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok